здравствуйте в эфире общественного независимого телевидения программа горячий гость я сегодня приветствую наши студии народного депутата украины от радикальной партии дмитра линько здравствуйте дмитрий каждый раз когда приходят в студию народные депутаты огромный перечень вопросов как вы понимаете потому что так или иначе мы понимаем что вы наши избранники должны хотя бы ответить на наши вопросы если не выполнить наших пожеланий на сегодняшний день я думаю что ни для кого не секрет главным вопросом является состояние дел в зоне замороженного конфликта и можно ли назвать зону а то замороженным конфликтом замороженным его дуже важко назвать потому что 80 обстрелив в день за добу это никак не замороженный конфликт это отвертые боевые дии и отвертая война 2 2 2 бейца это уже не такие втраты которые принимаются суспільством серьезные втраты но згадайте еще полтора года тому мы не знали что на улице в зале что в украине будут бывать один одного людей что будут внести втраты наши збройные силы украины сегодня мы уже до этого нібито звукли и относимся так что минские домовленостей и дают и все добре и идет не будет до какого-то завершения логично ничего такого не идет на жаль на жаль минские домовленостей мы за это постоянно говорим о себе не выправдали и это не домовленостей мирные это домовленостей про капитуляцию тот момент когда мы сталкиваемся с проблемой и понимаем что предыдущие наши шаги никоим образом ее не решают мы меняем вектор своего его направления насколько верховная рада насколько генштаб насколько вооруженные силы готовы сегодня изменить несколько вектор своих действий для того чтобы этот конфликт если не исчерпать то действительно придушить при садить сегодня главный вектор на международной арене и керевство генштабу это зависит от президента и цей вектор не изменится изменилось это за год збройные силы изменилась изменилась тактика изменилась мотивация людей то есть мы отримали дейсно новую збройную силу потому что бейцы главное солдат это главное что в збройных силах не техника або от того как ее керую залежит хотя мы сегодня дейсно проблем с зброей и нестача високотехничности зброю але збройные силы дейсно виросли и из этого дейсно виросла и эффект ведения в войны но вектор те який выбрал президент и те что мы чуем с другой стороны про те что нибудь то уже зараз разговаривали про склад в складе Новороссии так звано в Украине но в федеральной про местные выборы за украинскими законами и за какими законами они не проводили там вибори вибори там можно проводить лишь тогда когда ты будешь контролироваться украинскими войскому когда у одного збройного сепаратиста или российского войска там не залишится тому до цего введеться поступово нас хотят приучить чтобы и провести референдум про это мы чуем от лидера фракции БПП что нужно провести референдум про федерализацию еще нужно вести в войну агрессивно что нужно сдаваться у нас немае выбора не мы начали эту войну и нам немае выбора иначе как защититься и как воювать но информационные бросы со стороны россии достаточно жестко звучат поговаривают чуть ли не о третьей мировой войне мы тем не менее нацелены и на на то чтобы сохранить единую целостность украины и соответственно предпринять все необходимые мер для того чтобы за пределы украины выставить агрессора насколько вот единым в этом порыве верховная рада президент и збройные силы нету ли здесь разногласия рака щуки и лебедя у нас я політичные какие-то может быть разные идеи с приводом инших питания с привода захиста края тут все един и я хочу бы заспокоить и жителей федерации для каких-то это очень актуальное питание про небыто повноценное вторгнение россии по всему линии кордону потребно действительно понимаете что мы воюем из одной из сильнейших армий света но не потребно переоценивать возможности россии сегодня мы уже на цей момент разорвали динансировали угоди про співробительство по всьим сферам військовым с россией таким чином заблокировали их військовый корпус в приднестрове який погрожи дейсно тут на певдень нашей страны и таким чином мы фактически его блокировали и это дейсно серьезный удар по российским войскам тут и можно как говорится что это был очень важный стратегический крок и чего мы не сделали раньше это вопрос но мы наполягли и за авторством депутатов радикальной партии как раз это динансация четыре угоди мы динансировали и это мы видели реакцию россии они действительно занепокоились потому что они не могут зараз проводить нормальную ротацию приднестровских своего контингента и тут инше питание не только військовое главное это политично втримать стабильность в регионе потому что одесса это другий за важливостью регион сьогодни за такой политической навантаженностью после схода мы говорим об одессе в том ключе что да действительно мы надеемся что со стороны приднестровья не будет нанесен превентивный удар но тем не менее в одессе существуют очаги напряжения и которые время от времени держат население в тонусе взрывы которые не приносят разрушение особо крупных без жертв то есть все четко направлено для того чтобы витал в воздухе страх чтобы создавалась эта атмосфера что предпринимается или насколько понимается эта ситуация что предпринимается для того чтобы упередить подобного рода действия я с вами полностью погоджусь така тактика таких террористичных актов робиться только для того чтобы просто население тримать в страху и под страхом террористичных актов это специально российские спецслужбы и тут все залежит от местных спецслужб из местной милиции как они будут работать потому что ну дейсно у нас реформи потихоньку идуть а люстрация дуже потихоньку иде але большинство людей залишилися на своих местах и они деколька категорій это коррупционеры которые просто возрабляют гроши каким не цикава борьба ни с коррупцией ни с терроризмом ни с чем завгодно я маю на увазе это как раз люди правоохранной системы СБУ и милиция и инша категория людей это это отвертые зрадники которые працют на вороге мы можем про это говорить потому что и они тут есть и в Одесской области и в Харьковской и на сходе их много и нужно их враховывать потому что они и те люди которые помогают но я думаю что так поступово происходит такая чистка но невозможно понимаете невозможно проводить таки террористичные акты какие-то там даже политические там да какие-то митинги провокативные сборы и так далее без того чтобы про это не узналась спецслужба если спецслужбы просто не знают значит они не працуют або просто знают и замовчают и в этом и принимают участь и тут нужно говорить про то что нужно проводить чистку от высших кадров где постоянно изменяются да мы бачим эти изменения нибудь то а средняя и нижняя ланка которая должна работать и выполнять все очень часто там люди застояются на много десятков лет вы знаете наверное оказывается в Верховной Раде вы становитесь философами мы находясь здесь и топчать землю предполагаем что все эти изменения реформы должны идти несколько быстрее поступательнее и неужели за год или полтора невозможно было выявить тех людей кто недостаточно профессионально и патриотично выполняет свой долг все таки это не не те службы которые хлеб пекут я розумею например про реформу ВМД да уже я думаю не ближчим тижнем будет остаточна прийти в другом читании про реформу про национальную полицию и нововведение это очень серьезное нововведение а с приводом того прокуратура СБУ тут очень много зависит от того от вищих кадров от генерального прокурора от главы СБУ вы бачите какие сегодня скандали мы не поддерживаем сегодня большая коррупция это в прокуратуре это наибольший гнилий орган у нас сегодня мы можем створить антикоррупционное бюро запрещение коррупции агентство но они в принципе все эти повноважения уже давно сконцентрованы в прокуратуре почему же ваши законы которые касаются прокуратуры написаны таким образом что там не только мышь но и слон пройдет законы все есть законы для того чтобы правоохранительные органы боролись с коррупцией они уже все написаны давным-давно очень хорошие законы тут не зависит законов залежать иногда Верховная Рада не только голосует за законы и працюет над законами но и мы выбираем посадовых осіб генерального прокурора главы СБУ за подданиями президента и тут уже много вопрос у нас как радикально в партии до того как призначался главный прокурор Виктор Шокин и как снялся главный начальник СБУ Валентин Наливаченко это отвертые политические аферы которые в этом принимали участие представители прошлых партий регионов оппозиционного блоку и так далее и это все им на руку это свидетельствует про то что там коррупционная схема залишается законы тут немало что выиграют роль потому что по закону так не может не может быть там все по закону прописано добре а люди как это выполнить и кто ставится наверх от этого очень много зависит давайте поговорим о другом и так существует стратегическая государственная цель это независимая Украина в единых своих государственных от этого выиграют абсолютно все на любом уровне отчего же на период военных действий не собрать не собрать что называется волю не отодвинуть свои амбиции в сторону и действовать что называется в едином направлении в едином векторе от президента верховная рада правительство и народ что мешает я вам хочу сказать что мы все что можем зробить и мы все робимо для это главная мета это единство страны и это збережение нашей краины у нас в радикальной партии нашим авторством наибольшим а будь законы вики направлены в первую очередь наоборот на здатность и в этом мы мы готовы поддерживать и забыть про будь-якие политические амбиций свои и поддерживать и президента и уряд в этом мы одноголоснили но например кто принимает участие в минских домовленостях там есть политические силы которые представляют радикальную партию и другие люди которые представляют неведомо кого медведчук кого он представляет он скорее же будет представлять путину своего друга а не представлять украинский интерес у нас тут есть много вопрос кто может задать вопрос почему медведчук представляет и я вам хочу сказать что президент четыре годины на заседании ради коалиции вмовляв всех поддерживать как раз подписание этих домовленостей и законы которые за этим следовали и что будет представлять медведчук наша католичная позиция что такие люди как медведчук как кучма они не могут представлять они скорее будут представлять иншу сторону российскую або сторону сепаратистов аргументы про те что кто-то там допомогает извинить полоненных ну так они их и туда помогли посадить и понимаете если сегодня путин извинить надею савченко мы еще будем ему дать ему очень радость так он и там тримал рик уже тримает рик тримает и тем не менее вы все равно мне не ответили на вопрос хотя бы по той простой причине что смена системы на сегодняшний день или наоборот система в едином порыве на сегодняшний день имеет куда большее значение нежели эти личные амбиции и если человек не отвечает на вопросы то он просто-напросто должен отстраниться отойти и здесь не находиться ну смотрите смотрите значит у нас в чему проблема от зміни все да потому что пройшла революция прийшли новий але здавалося потрібно просто викинути всіх старые политические силы которые створили цей конфликт я маю на увазі партію регионов дейсно дейсно борьбу борьбу з олігархией яка не конкретные прозвища а в цілому як явище конкретные прозвища також їх називати їх розбиратися по кожному хто як став олігархом але замість цього деякі люди деякі посадові особи такі як президент в першу чергу домовляються зі старими ми бачимо наприклад в одессе в районі тут майже нічого не змінилося да и в місцевой владе і всі ті ж самі люди які були такі як ківалав які сидять тут десятками роками вони так і не залишаються сидіти і неможливо здавалося б на місцевому рівні дуже важко вибити так звані церків які сидять і награбували і неможливо їх вибити саме тому ми про закон про місцеві вибори ми наполягаємо на тому щоб система була партійна а не мажоритарна тому що на мажоритарних округах якраз відбувається найбільша махінація і люди які пройшли більшість зі старої влади вони пройшли по мажоритарним округам но есть множество сторонников що партійних списков открытих партійних списков что мажоритарних округов а как же гречка ну так раз потрібно позбуватися таких особливо в час економічних кризи коли людям дуже важко в них отримати хочуть хоч щось їх дуже легко мотивувати голосувати за гречки потрібно від цього відмовитися і провести якраз таку реформу яка буде не знівелює будь-які там намагання купити за гречку і так далі наскільки народні депутати сьогодні озабочені тим чтобы объяснить гражданам України що не діла депутата строить детскую площадку не діла депутата гречку розносить що діла депутата займався законотворчеством рішенням системних вопросов на місцем уровне этого населення поки ще не понимає тут дуже важко тому що в першу чергу дуже великий вплив ЗМІ центральних ЗМІ і те як це подається і так само на місцевому рівні люди звикли дивитися телепередачі а на місцевому рівні дивитися конкретно хто їм перед виборами щось принесе потрібно від цього відійти в містах поступово це змінюється в селах ну важко тому що туди мало хто доїде якщо туди якийсь кандидат доїжджає і привозить хоч щось люди до цього реагують дуже гарно і голосують підтримують такого кандидата на жаль не того хто працює в Раді але дійсно ви кажете про те що не робота депутата там ремонтувати дороги тому що ну от звідки у мене гроші у мене гроші на ремонт дороги мають бути в бюджеті і ми як Верховна Рада і уряд мають над цим працювати а не приїхати зробити два кілометри дороги які потім розвалиться і за це проголосувати ну таке питання звідки ці гроші які витрачаються на цей ремонт дороги депутата як на нього зробити як на нього зробити Дмитрий тем не мене ви їздите по городам весям в тому числі і Одесской області настроєння у людей наскільки підтримують і які именно реформы підтримуються ну то що реформу ЖКХ підтримують я дуже зомніваюсь ну так раз головні питання перше питання які задають люди це питання по тарифам тому що ну можна говорити про реформи правоохоронних органів але конкретно людину конкретно проблеми стосується вона в кінці місяця отримає платіжку і розуміє що їй немає можливості її платити і вона якраз і задумується над питаннями що робить та влада якщо такі ціни на тарифи і комунальні послуги а зарплати залишилися таким самим і що відповідайте ви? у нас є велике питання хто приймав і хто рахував такі комунальні тарифи і вам це не відомо? і ми знаємо що тарифи дійсно вони завишені на момент зараз тому що потрібно не тільки дивитися на те як ми купуємо за які гроші газ а які реальні зарплати у людей тому що це буде просто коласка коли люди просто перестануть якщо сьогодні Яценюк каже про те що нібито це європейські тарифи так почекайте якщо зарплати не європейські то про які ми можемо говорити потрібно в першу чергу ми на цьому наполягаємо провести індексацію тому що коли ми в грудні голосували за проєкт закону про бюджет то ми домовлялися про те що 1 червня будуть індексації пенсій і зарплат ви розумієте? тому що інфляція іде ви молодий чоловік і я вам скажу з висоти своєго возраста що ніякі льготи ніякі індексації не потрібні не з того починаєте ви починаєте з кармана паристичного громадянина а мабуть необхідно було починать з природних монополістів з тих хто удерживає всі ці системи і всі фібрами своєї душі не отпускає я повністю підтримую і для цього ми якраз і провели якраз от закон який нам дозволив повернути фактично в державу нафтогаз забрати у Коломойського вдарити по системі фірташа який користувався просто розумієте система працювала безкоштовно фірташ використовував всю транспортну систему України для транспортування свого газу якраз це стосується але у нас є питання ще які залишилось невирішеним і важко його вирішити до 2019 року це підписання якраз тих газових контрактів які підписували Юлія Тимошенко і ми можемо говорити про це дуже довго про це всі постійно говорять але це дійсно факт ми купуємо газ за такими цінами тому що такий є контракт ми звертаємось зараз і до суду і будемо переглядати його але від цього дуже важко відійти і тут від цього якраз все і починається ну що ж я желаю вам щоб ви все таки і слухали і слухали і слухали то о чому говорить народонаселення України тому що в частності наш регіон ми дуже надіємося во-первых на мир а во-вторых на розумних депутатів я теж на це сподіваюся я хочу побажати віри надії і нам потрібно бути дійсно тут єдиними в питаннях захисту нашої країни і вірити в краще мабуть тому що з оптимізмом будь-які реформа будь-які складні часи легше перепережити ніж коли втрачати надію і віру я благодарю вас Дмитрий за участие в нашому ефірі напомню у нас сьогодні в гостях був народний депутат України від радикальної партии Дмитрий Ленько до нових встреч в ефірі Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!